Шалом уважаемые, с вами снова Илья Механик и эта серия тоже пойдет в видеоряд перекличка и называться будет господи. Я ее решил заснять в своеобразном знаковом месте. Это где должно было проходить Евробаски 2015. Вот это вот арена. Вот такой вот вы можете наблюдать проект интересный. Там, видимо, светодиоды всякие яркие должны были быть. И, как видите, разрешение, все даты уже посмывались за годы. Сегодня 2016 год. А строительство прекратилось вот на таком этапе. Видите, кабели силовые лежат там, сваи. Да, железобетонные конструкции наливные. И так оно и заморозилось, это строительство, это в 2014 году. Не достало ясно, что европанский-то не будет. И по понятным причинам, в 2014 году, все, что произошло, в конце 2013 года. Потом началась война. И, естественно, мероприятие заглохло. Курс сыграл ящик. Нужда в этом проекте пропала. Естественно, туристов на второй евро-мундиаль, который обещали городу Днепропетровск. И Днепру обещали два евро-мундиали. Евро-2012, с которым нас кинули, ну, так, как другие города. Но Евробаскет нам обещали, что мы точно будем. Но случился Майдан, война на Дамасе. Случились те события, которые и я не в силах изменить, и что-то там повлиять. И моя ставка, да, признаюсь, я под некоторые мопеды и мотоциклы, просто они редкие были, брал кредит. Не сыграло. Как говорится, это вот такой вот будет своеобразный пример. В бизнесе есть неудачные инвестиции. И все от меня зависит. Тоже кто-то, кстати, в это деньги длилал. Я надеюсь, что этим людям заплатили за их работу. Надеюсь, искренне надеюсь. Тоже, наверное, люди попали на бабки серьезные. И вообще, вот в этом месте, где должно было все это мероприятие происходить, по-моему, в 2014 году, я не помню точно. Видите, вот чуть-чуть, буквально ухотана арена. А вот по одолению, вот то заведение, которое мне помогало, я там сейчас чуть ближе сниму его, расскажу о нем. А еще немного ближе, еще одно заведение подобного плана, как и я хотел. Тоже частная коллекция. Ну, это все вам сейчас будет далее показано. Меня часто спрашивали, задавали вопрос подобного характера, как я собрал такую большую кучу мопеда в определенный момент. Напомню, это был 2013 год, в тот момент, перед тем, как все рукуло. И, я считаю, есть фирма, у нее там справедливый лозунг. Вот, я, не фирма, вернее, это банк. Вот вы видите, да? То есть всеми узнаваемым логотипом. Название PrivatBank. И у них лозунг был «Ваша точка опоры». Вот, даже на логотипе, видите, черненькая точечка. Действительно, этот банк мне открыл эту линию, благодаря этой карте универсальной, благодаря которой я смог, в частности, некоторые мопеды и мотоциклы оплатить, благодаря этой благополучной кредитной линии. Вам дальше будет, кстати, интересно, я сейчас видео покажу. Вот это их центральный офис, то серое здание тоже им принадлежит. И, да, это заведение открыло мне приличный кредит. И, что мне нравится, вот, сообщение с этим банком, он, ну, этот банк предоставляет возможность расплачиваться вовремя по кредиту. Те же терминалы самообслуживания, ты не стоишь только в рабочее время в банке, с кучей бабушек, которым нечего делать, они пытаются платить за коммунал. Ты подошел к терминалу в любое время и погостил. Когда в 14-м году я понял, что уже все, когда курс поднялся уже до 11.50, до 12.50 даже было, я не остановил, получается, свою деятельность. Когда стало ясно, что Евробаскет у нас отнимут, это где-то апрель-май месяц, когда первые звонки пошли обратно, и я приостановил практически сбор коллекции, там еще парочку мопедов было докуплено впоследствии, но основная деятельность по сбору экспонатов была прекращена, и я для себя поставил задачу закрыть этот микрокредит, который я брал для своего проекта, который планировался в Европарске. Ну и благодаря доступности услуг этого банка я его благополучно за полгода закрыл. Он был гривневый кредит, поэтому я никаких проблем не ощутил. Ну и, что мне говорить, это банк, это монстр, он действительно дает услуги, взял кредит, без проблем они создали все условия, чтобы ты его погасил, без опознания. За вот этими двумя зданиями есть такой интересный поворотик, идет такая вверх дорожка, называется крестьянский спуск, и там расположено тоже одно интересное заведение, и, скорее всего, я подозреваю на то, что должно было быть частью того вот Евробаскета, того праздника, и все сейчас увидите. Ну и вот, вы сейчас наблюдаете там вот вдалеке, тыльную часть того банка, который мне помогал, Приватбанк, и эта улица называется Крестьянский спуск, и совсем недалеко расположился музей, частная коллекция машины времени. По-моему, он был открыт в 2014 году. Вот такой вот стилизированный, под ту эпоху Советского Союза. Вот эти автоматы, кстати, летом работали. Вот у них, кстати, есть афиша ноябрьская. Кому надо, ознакомьтесь. До восьми вечера работает. А, это кафе до восьми, до шести музей, до восьми кафе. И вот это все дело тоже должно было лаконично вписываться к тому большому мероприятию, которое в итоге сорвалось. Кстати, вот людей, по-моему, да, это электрозаправка? Да. Кому надо, подъезжайте, можете, кажется, подзарядить свой электромобиль. Кстати, вот с витрины видно их мотоциклы. Спидвейная Ява, шипованная. Для этих... Да, пятисотка, Ява пятисотка. Надеюсь, видно, вот так вот. В общем, куча всяких вкусностей и полезностей. После этого послесловия, так называемого, начнется другой видеоряд под названием «Восстановление». Я прошел тот этап накопления. И вот сейчас буду заниматься восстановлением, которое планировалось полностью производить в 2014 году, в 2015 году, потому что Мундиаль должен был состояться осенью 2015, финальная часть Европаскета в 2015. И к тому времени за полтора года я вполне был успел подготовить около 20 своих мопедов. Ну, там не очень значительное капиталовложение требовалось. Притом, при курсе 8, когда ты зарабатываешь порядка 350 долларов, это не такие большие затраты. На данный момент курс 27 гривен за доллар. И зарплата при виновен эквиваленте практически на том же уровне. Так и было. И осталось. У гривен и тысячи гривен те же самые, а в долларах, извините, уже не те бабки. Стало тяжелее это делать. Но, в отличие от тех людей, которые за 5 лет тесно общались, я знаю людей, которые не смогли дальше продолжать это дело. У меня есть мопеды от этих людей. Я выкупил часть, но они поскольку отцы не скинули. Кто-то не смог дальше купить эти мопеды, мотоциклы. Я смотрю, чем дальше кризис, тем больше людей. Пропадает у них энтузиазм. И придет ссылка, типа, причина продажи коллекции на игру. Цель была достигнута, типа, я собрал. Есть, конечно, откровенные перекупы, которые за некомплекты просят нереальный денег. Соответственно, я по-своему не уважаю этих людей. Ну, а это вообще моя коллекция. Это мой путь. Там, к сожалению, вот, как видите, вот, памятник, своеобразный памятник Майдана. Я его так называю. Для меня это вот, вот, вот это памятник Майдана. И войне над нас. В 2014 году известный коллекционер Владимир из Белоруссии открыл краунфандинг в феврале месяце и собрал сумму для создания своего музея. Это классная тема, краунфандинг. Я очень рад за него, что ему удалось свою коллекцию приютить. Я бы тоже, как говорится, многие предлагали, типа, давай открою краунфандинг. Ребята, у меня есть моральный аспект. Когда в стране идет война, нельзя просить деньги. Ну, для меня лично вот такой моральный аспект. Нельзя просить деньги на такие мероприятия. Ну, это лично мое мнение, желание. Я заработаю. Да, если было мирное время, там, всех всего хватало, я бы попросил бы. Я думаю, неравнодушные люди на такую идею подкликнулись. Ну, когда в стране война, я такого делать не могу. Лучше, извините. Лучше я вот сам, своими усилиями все добуду. А вы подписывайтесь на канал, смотрите видео, если это интересно. Ну, вот как-то свою лепту внесете в это дело. Мой канал монетизирован, и мне там маленькая копеечка, но падает. Все. Спасибо всем за внимание. Всем пока. До скорых встреч в новой серии видео.